Всем привет! Вы на канале MarasLife. Сегодня мы в Праге, в гостях у Саши Литвиненко. С вами привет. Рад встрече наконец-то. Сегодня пишем, ребят, видео о предпринимательстве вторую часть. Как и обещали, очень много собирали материал, на самом деле, готовились, там были пандемии и все-все-все-все прочее, что нам мешало встретиться. Мы все-таки делаем это видео. Спасибо вам за ваши лайки, спасибо вам за ваши комментарии, за количество просмотров. Все условия выполнены, поэтому сегодня делаем вторую часть и отвечаем на ваши вопросы. От себя хотел поблагодарить за то, что смотрите, за то, что ставите лайки, за то, что вам это интересно. Реально было приятно. Итак, первый вопрос у нас от Мирослава Решко. Какие документы, Саш, нужны для открытия автосервиса? Вот такой вот вопрос, неоднозначный. Значит, это тоже вид предпринимательской деятельности, но это лицензия, это живность вазанная. Вазанная – это не свободный вид деятельности, то есть не может каждый взять и открыть автосервис. Гайки крутить может каждый, но чтобы получить эту живность на оправу аут, там она называется на чешском, нужно иметь соответствующее образование. То есть самое главное, что у этой живности должен быть отповедный заступцы. Отповедный заступцы должен иметь образование, ну, например, техникум или университет, оконченное в Чехии, либо оконченное за пределами Чехии, там в любой какой-то вашей стране, и подтвержденное здесь. То есть нострифицированный диплом должен быть по специальности ремонт автомобилей или техническое устройство автомобилей. Саша, перебью. Получается, то есть, к примеру, если я там закончил образование в каком-то там автодорожном институте, например, Харькова, там, да? Давай я тебе скажу. Давай. Я закончил автотранспортный техникум с красным дипломом в Харькове, и у меня в дипломе специальность техобслуживания, ремонт автомобилей и двигателей. Вот прямо так оно написано. И когда-то я решил заморочиться, нострифицировать этот диплом. Таким образом, у меня есть подтвержденное в Чехии украинское образование по этой специальности. Кто-то закончил не техникум, а университет. Например, у нас в Харькове есть ХАДИ автодорожная и так далее, и так далее. Значит, берете диплом, нострифицируете его здесь и несете нострифицированный диплом. Министерство образования и науки и физической культуры Чехии выдает подтверждение. И с этим подтверждением идете в живностенский уряд. Таким образом, показываете, что вы являетесь лицом, которое может отвечать за данный вид деятельности в этом предпринимательстве. Либо, второй момент, если у вас нет этого диплома, вы просто нанимаете человека, которому платите определенную сумму, чтобы у вас в вашем бизнесе был ответный заступцы. То есть, отвечающий своим дипломом за вашу деятельность лицо. Это совершенно легальный путь, он у вас будет прописан в живностенском. То есть, это не то, что какая-то взятка или еще что-то. Это человек, который имеет образование и своим образованием вручается за то, как вы будете вести эту деятельность. Короче, у фуга платная. Два варианта. Либо сам умеешь, либо нанимаешь того, кто умеет. Кто не имеет, но имеет диплом. Кто имеет диплом и уже на свою живностенскую систему подключает этого человека. Да, если кто-то работает не так, он нарушает живностенский закон. То есть, понятно, что машин становится больше, СТО открывают многие. Кстати, тоже собирался открывать СТО. Самое главное, чтобы вы понимали, что если вы причините какой-то ущерб, я не знаю, там цепь неправильно поменяете, она слетит, застучат клапана, и это будет машина очень дорогая, придет клиент, скажет, ты мне плохо сделал, то вам придется отвечать. Если вы скажете, да не, я ничего не знаю, вот я тебе давал гарантию до выезда из СТО, гарантия прошла, теперь за это не отвечаю. Чек подаст в суд, подаст живностенский, и, в общем-то, будут серьезные проблемы. Да, потому что, когда я ремонтировал свою машину в авторизированном сервисе, то они, конечно же, дали гарантию на свою работу. Правда, не помню сколько, полгода или год. На то, что они делали, и на те запчасти, которые они ставили. Ну, слушай, Саш, тут в любом случае, я думаю, в любом виде деятельности будут какие-то условия гарантии, правильно? Ну, опять же, а то, что уже кто их так придерживается, кто их не придерживается, это уже второй вопрос. Клиент всегда прав, клиент может обратиться и сказать, что я приехал к вам на СТО, я был уверен, что у вас все лицензии, разрешения, человек, который разбирается в этом, есть. То есть, я когда приезжаю на СТО, я не говорю ребятам, ребят, покажите дипломы. Ну, типа, я верю, что они умеют это делать. Или спрашиваю, вы умеете это делать или нет. Да, так что, в общем, нужен человек с образованием по ремонту или обслуживанию автомобилей. Образование может быть среднее, специальное или высшее. Саш, переходим ко второму вопросу от Максима с Мовзиком. Добрый день, спасибо за видео. Спасибо, что смогу найти актуальную информацию об айтишниках, фрилансерах. Например, я программист с большим опытом, и основной доход мне приносит фриланс. На международных площадках типа Work, фрилансер и так дальше. В Украине оформлен как ЧП, я получу налоги с этих доходов. Все чисто и по закону. Так вот, есть ли возможность в Чехии работать по такой же схеме с возможностью получить ПМЖ последствий? Да, конечно, есть. Самое главное – получить первую визу. Вот на днях я консультировал ребят из Украины. Там девушка, она преподаватель английского, а парень, он дизайнер. И вот они меня спрашивали, как выбраться в Чехию. Я им как раз давал ссылку на твое первое видео, чтобы долго не рассказывать. Вот, тем не менее, у нас была там какая-то двухчасовая консультация. Мы пришли к выводу, что очень тяжело им будет доказать, что они реально будут заниматься этой предпринимательской деятельностью. В частности, парень будет дизайнером. Потому что, как правило, он будет работать из дома. Консульство Чехии будет хотеть, как я говорил в предыдущем видео, показать какие-то заказы. И, в общем-то, будет собеседование, на котором его будут пытаться завалить. Что касается нашего подписчика, который айтишник, да, все так работают. Но ваша задача получить визу на первые шесть месяцев, а ее дают именно на первые шесть месяцев, если не ошибаюсь, для того, чтобы заниматься здесь предпринимательской деятельностью. То есть, проблема в консульстве. В итоге, снова возвращаемся к тому, о чем мы говорили в первом видео. Что нужно показать договора с кем-то, что вот есть заказы. Понять вот эту систему налогообложения, как человек будет платить налоги. А она очень простая. Пока у вас нет ПМЖ, вы платите только социалку, то есть, отчисление на пенсию в 2021 году, который уже заканчивается. Эта минимальная сумма составляет 2588 крон в месяц. С января 2022 года повышается минимальная зарплата в Чехии на 1000 крон. И, я думаю, автоматом каждый год, всегда, и этот год не станет исключением, повысятся минимальные отчисления в социалку. То есть, они будут, например, не 2500, а 2700. Человек может не платить только тогда, когда он приостановит действия своего живностенского. И в этот момент не будет получать деньги на свой предпринимательский счет, выставлять инвойсы. То есть, он может сказать, все, у меня три месяца перерыв, творческий отпуск. Но, как раз, человек, который получил визу, именно с целью ведения предпринимательской деятельности, он не может приостановить. Должен именно все эти... Да, сколько клиентов забывало продлить живностенский. Живностенский приостанавливался или останавливался полностью. Через полгода они вспоминали об этом. При этом МВД говорило, но вы приостановили, вы не наполняли цель пребывания. Вот твоя цель пребывания, да, вернемся, это трудовая карта. Рабочая карта, да. Да, поэтому ты не можешь забить на работу, сидеть дома. Ты можешь какое-то время взять отпуск за свой счет, нормально. Можешь поехать проведать родных, близких. Можешь поехать в нормальный оплачиваемый отпуск. Но ты не можешь забить и все. И через два года прийти в МВД и сказать, да я полтора года на диване сидел, у меня был другой. Ну если я забил, да, допустим, в этом плане сменил работу, то опять же ждается срок, только два месяца, чтобы поменять эту работу. Ты должен выполнять или наполнять цель пребывания. Здесь то же самое. Приостанавливать нельзя, поэтому если вы ничего не заработали, заказ не получили, все равно вот эта социалка каждый месяц платится. Отчисление в медицинское страхование, в здраводку, как мы ее называем, вы не платите, потому что ее платят только те, кто получил ПМЖ в Чехии и продолжает заниматься предпринимательской деятельностью. Либо ее также обязаны платить граждане Евросоюза и члены их семей, при условии, что гражданин Евросоюза занимается предпринимательской деятельностью. Помните об этом, потому что к нам часто обращаются люди и говорят, можно у вас там унику купить или там славию сейчас. Неважно, у нас там пять компаний, с которыми мы работали. Сейчас работаем с четырьмя компаниями. И мы оформляем им эти страховки. Вот они говорят, да, я имею венгерский паспорт или румынский паспорт. Мне, пожалуйста, самую дешевую унику, первая неотложная помощь. И только через полгода человек узнает, что он же мне не сказал, что у него был живностенский лист. Я вот теперь стараюсь у всех спрашивать. Так вот, он обязан был пригласиться в здраводку и платить отчисление в здраводку. Отчисление в здраводку – это на сегодняшний день наряду с социалкой 2393 кроны. Друзья, помните о том, что если у вас есть мадярский паспорт или румынский паспорт, или литовский, именно не вид на жительство, как у часто многих словаски, да, ВНЖ, а именно паспорт, вы уже являетесь гражданами Евросоюза, и вы открываете любое ЧП здесь, там, не знаю, девочки ногти делают, пацаны стройка, такси, апартаменты, да. Помните, что вы уже обязаны платить отчисление не только в социалку, но и в здраводку. Заранее вас об этом предупреждаем. Потом будете платить за все предыдущие месяцы, плюс пеня, которую вам насчитает ВЗП. И когда вы скажете, что я не знал… Не прокатит, да? ВЗП скажет, как бы, не знание законов, ну, ничем помочь не может. Можете написать заявление после того, как заплатите долг, мы вам простим пеню. Вот, я ходил с клиентом, мы писали это заявление, ему простили пеню, но, в общем-то, для него было неприятным сюрпризом, что он айтишник, итальянец, и приехал сюда из Италии, и привез жену, которая является гражданкой Российской Федерации, но она член семьи гражданина Италии. Так вот, не только он, но и она должны были изначально пригласиться к ВЗП. И тут, кстати, многие спросят, а почему она? Она каким боком? Ну, он айтишник, итальянец. Окей, спасибо, Александр. Мы теперь знаем, что если я итальянец, я должен пригласиться к социалке и к здраводке. Если я парень из Украины, который получил предпринимательскую визу, то я должен пригласиться только к социалке и платить только социалку. А потому что жена гражданина ЕС, который стал ЧПшником, автоматически повышается в статусе у них в здраводке, и они говорят, вы знаете, ну она что же может заболеть? Она может родить, она может пойти к врачу, зуб у нее болит, все что угодно. Сейчас вакцинация, она уже повышена по статусу, и даже если она не хочет, и говорит, мне достаточно купить там самой дешевой Славии. Нет, она обязана платить тоже отчисление в здраводку. А вот если она не жена, а девушка, и еще этот приходный побыт не получила, тогда не обязана. Так что обязательно узнавайте, если вы имеете родство с гражданами Евросоюза, либо зайдите к нам, мы с вами вместе сходим в офис ВЗП, который у нас напротив через дорогу находится в центре Праги на Флоренсе, либо вы сами зайдите в офис ВЗП, обязательно покажите все свои документы и спросите, положено вам или не положено государственная страховка. Слушай, ну тут уже сразу возникает вопрос, про граждан ЕС мы это уже все поняли, а вот допустим, все-таки на момент приезда, допустим, украинца, который приехал, сделал, умудрился, получил, закрыл, получил, то ему, что получается, нужно покупать отдельную страховку? Да, да, конечно, он покупает. Это же важные страховки. А со 2 августа монополия одной компании ПВЗП, соответственно, комплексную страховку можно купить только от компании ПВЗП. Следующий вопрос, доброго времени, ролик получился очень познавательным, вот давно интересна тема предпринимательства, но хочется информацию поближе к источнику, что ли. Есть ли в Чехии что-то вроде курсов предпринимателей? Вопрос от Николая Любежанина. Николай, спасибо за вопрос. Насчет курсов подсказать не могу. Не смотрел. Не смотрел, гугл в помощь, поймите правильно, каждый день появляется что-то новое, какие-то интеграционные курсы для тех, кто приехал. Следующий вопрос, если я в Чехии уже год по чешскому побиту, то мне не нужно делать доводку про несудимость? Нужно. Доводку про несудимость не нужно делать, если вы имеете тривалий побит, або если вы есть гражданином Евросоюза. Всем, кто еще не имеет тривального побита, справка о несудимости нужна. И она нужна тем, кто открывает живностянский лист, и тем, кто хочет быть объединителем. То есть вести предпринимательскую деятельность не как ЧПшник, а как менеджер своей фирмы, то есть человек, который руководит своей фирмой и не имеет ПМЖ в Чехии. Но есть исключение. Справка о несудимости не нужна людям, иностранцам с долгосрочной визой или долговременным пребыванием в Чехии, если они находятся здесь по студенческой визе или побыту. То есть если у вас в карточке ДЛОГО ДОБИГО ПОБИТУ написано код внизу ДЛОГО ДОБИГО ПОБИТ СЛЭШ ЛОНГ ТЕРМ РЕЗИДЕНСЬ, код 23В или 24В, вот каждый живностянский уряд на это смотрит чуть-чуть иначе, но вот 23В это дневная форма обучения в любом вузе. Вот код такой, да, пребывание. Вот вам, ребята, справка о несудимости не нужна. То есть если вы студентка или студент, а параллельно хотите заниматься какой-нибудь предпринимательской деятельностью, то вам справка о несудимости не нужна. Следующий такой интересный вопрос от Кристины Лоргиной. Подскажите, пожалуйста, есть ли есть фирма в Польше или в Чехии, и вот она является собственником, может ли она жить в другой стране Европы? Я предполагаю, что у Кристины есть карта до частного побыту или карта 100 лего побыту в Польше. То есть это либо видно жительство, либо ПМЖ в Польше. Эта карта дает право находиться в других странах Евросоюза 90 дней. Понятно, что с этими картами, словацкими побытами, польскими побытами, народ их получил проще и быстрее, иногда и дешевле, чем чешскую трудовую карту или воссоединение, или ЧПшника, еще что-то. Поэтому понятно, что народ с ними живет больше, чем 90 дней. Ну, понятно. Но официально работать по ней можно только в том случае, если вас сюда отправили в командировку, а поскольку вы являетесь директором фирмы в Польше, работать по ней здесь нельзя. Работать можно, если вас отправили в командировку. При этом должен быть договор между польской фирмой и чешской фирмой. То есть мы вам рассказываем, как вас отправить в командировку, да? Между вашей фирмой и чешской фирмой, между чешской фирмой и вами как работником, и между польской фирмой и вами как работником. То есть должен быть либо трехсторонний договор, либо три договора отдельно. И ваше пребывание здесь по этому договору нужно зарегистрировать в местном центре занятости, который называется Ужат Праце. ну и в общем то вот знаешь у нас есть в праге мвд жуковского там цыган кого там прямо висят такие памятки как может работник по польской визе работ или польскому побыту работать в чехии если он в командировке то что для этого нужно сделать нужно сделать определенные действия и нагласиться на улет прации и они должны дать какое-то разрешение вот тогда проблемам случае получается нужно разрешение и тогда кстати говоря вот ребята те у кого словацкий побыт сейчас почти у каждого 2 венгерский побыт польские какие-то карты побыту карты поляка местный живностенский уряд когда вы открываете живность предполагает что вы минимально 6 месяцев жили перед открытием живности еще в другой стране это другая страна польша словакия венгрия и так далее и они просят справку не они судимые судимости не только из украины но еще из той страны где вы проживали последние 6 месяцев поэтому вам нужно две справки о несудимости и кстати говоря куча посредника вокруг этого крутятся а на самом деле в варшаве эта справка выдается в мвд там буквально стоит по моему 15 злотых и 50 злотых какие-то копейки вот и выдается ну как бы сразу не все об этом знают понимать но все об этом узнают тогда когда они приходят сюда открывать чп то есть никто не запрещает здесь открыть чп им говорят же на стенском уреде что вот вам нужно справку о несудимости из той страны где вы проживали последних 6 месяцев до но когда вам откроют живность помните о том что вам не откроют регистрационный номер то есть и чё так называемая а чтобы вы открыли вам сделать пакет с этим пакетом вам нужно податься в консульстве чехии в вашей стране или в той стране где у вас вид на жительство то есть вот кстати мы подошли к ответу на самый распространенный вопрос как все-таки получить вот эту вот вожделенную визу предпринимательскую если человек айтишник дизайнер сто хочет открыть не знаю там курсы английского вот девушка хотела да и так далее так далее значит ее легче будет получить в другой стране в консульстве чехии в другой стране но украинцам русским вьетнамцам и возможно есть еще какие-то страны можно подаваться на долгосрочную чешскую визу или вид на жительство только в той стране где они имеют постоянное место жительства то есть если у тебя прописка в украине ты украинец и постоянно ты проживаешь в украине то ты должен подаваться в украине но если у тебя вид на жительство в польше или в словакии то уже не нужно подаваться в украине потому что украине все равно будет отказ нервы время потеряны а можно подаваться в В Братиславе, в Варшаве, то есть в той стране, в которой у тебя видно жительство. Поэтому народ идет сложным путем. Сначала получает какую-нибудь карточку побыта, словацкую или польскую, в другой стране, а потом там уже готовит нормальный пакет на фрилансера, говорит, вот мои курсы, вот я фрилансер, вот я знаю английский, вот у меня есть заказы, я работаю, вот парень писал, да, что работает с какими-то фирмами, вот, пожалуйста, я буду с ними, я с ними работал в Украине, работаю здесь. Консульство задаст вопрос, а почему Чехия? Ну, работали вы в Украине на едином налоге, работайте дальше. Ну, вы знаете, потому что я вот в Европе, мне нужно, чтобы счет был в Европе, они мне платят уже, им удобнее платить мне на счета в Европе, а не на счета в Украину, потому что для них это дополнительные какие-то комиссии. То есть нужно как-то обосновать, почему Европа? Ну, то есть фрилансер, он может сидеть и на Бали, да? Ну да. Почему именно Чехия? Так вот, шанс того, что не откажут в этом пакете и собеседование пройдет нормально, если вы будете подаваться не в Украине и не в России. Отказывают последние 5-7 лет Украина-Россия. Ну, а Вьетнам, понятно, на каждом углу Вьетнамец, куда я хочу сюда, каждый предприниматель. У каждого либо ногти, либо магазин, либо ресторан. Ну да. Вот, так что так. Вечерка, так называемые, да? Спасают нас, да? Когда магазины закрыты, на ванноце все закрыто, но идешь и можешь купить что-то. Так, Саш, следующий вопрос. Добрый день, в Чехии уже три с половиной года подалась на продление, жду карту полгода, но мне нужно открыть ЧП. Могу я это сделать без наличия карты, то есть без карты до годового попыта. Судя по видео, я могу, но без числа, верно? Пока не принесу им карточку. Как раз наоборот. Можно открыть здесь ЧП, причем число регистрационное ИЧО дадут сразу. Почему сразу? А потому что у вас есть здесь побыт. Вот они дают без ИЧО тем людям, которые зарегистрировались, но здесь фактически находятся как туристы. А здесь все находятся как туристы, и те, кто реально туристы, и по безвизу, и те, кто имеют какие-то словацкие, польские карты побыта. Все это не чешское резидентство. Тем, кто здесь уже находится, студенты, вот ты, твоя жена по воссоединению, девушка, которая работает по трудовой карте, все уже получают это ИЧО. Но вопрос задан правильно. На какой срок живностенский уряд откроет ЧПшника? Откроет на тот срок, на который у вас карта. А карты у вас нет, потому что вы подались на продление, она закончилась. Также вам нужно пойти в ОМП, отделение миграционной политики МВД в Чехии, в вашем регионе, и попросить так называемый пресеклониваться Штитек, который продлит действие вашей карты, закончившейся, на 2-3, я слышал, даже на 6 месяцев. Пока делается новая карта. Да, пока оно рассмотрение. То есть ваше нахождение здесь легально, на основании поданного заявления на продление. Но живностенский хочет, оно не видит этого. То есть если вас остановят на улице, то полицейский, который имеет компьютер такой карманный, он забивает ваши данные, и он видит, что заявление подано, что человек здесь легально. А живностенский не видит, поэтому живностенский говорит, принесите нам временную визу, вклеенную в паспорт, на 2-3-6 месяцев. На этот же срок мы вам сделаем живностенский лист. Сразу же попросите у нас визу. Вызву просите для того, чтобы продлить действие живностенского, зарегистрированного с ИЧО выданным, на срок действия вызвы. То есть фактически вы говорите живностенскому, я хочу у вас получить ЧПшника на 2 года. А живностенский говорит, а мы у вас видим только временную визу на 2 месяца. Возможно вам откажут, и через 2 месяца вы уедете из Чехии. Таким образом, мы выдаем специальный документ, который называется вызва. В разных регионах и в разных живностенских урядах выдается на разный срок. В Праге выдается на максимально 2-3 месяца. За Прагой выдается на гораздо больший срок, аж до 9 или 10 месяцев. Так вот, этой вызвой живностенский орган вызывает Министерство внутренних дел, иммиграционный отдел выдать продление, чтобы они могли на основании выданной карточки побыта, продленной, тоже продлить действие живностенского на этот же срок. То есть подытожим. Сейчас у человека карточка побыта, скажем, до 31 декабря. Он идет сейчас, берет справку о несудимости, подписывает бумагу о юридическом адресе Сидло Физицкой, подникает все особы, которые получают на квартире, либо покупают в нежилом помещении. Идет в живностенский и открывает свою живность до 31 декабря. За месяц до окончания этого срока действия живностенского просит вызву. Вызву ему дают от 2 месяцев до 10. И этой же вызвой автоматически продлевается действие живностенского. Эту вызву человек дает в МВД, а может не давать. Потому что МВД ему рассматривает трудовую карту по совсем другим документам. По контракту, который дал завод. В итоге МВД рассматривает. В феврале, например, дает карту на 2 года. Человек эту карту относит снова в живностенский и говорит, смотрите, вы меня продлили на несколько месяцев, а МВД меня продлило на 2 года. Поэтому, пожалуйста, на основании выданной карточки продлите меня тоже на 2 года. В принципе, не все так. И так постоянно следить, чтобы эта живность не закончилась, не приостановилась. Потому что если будете получать инвойс во время того, как живность будет приостановлена, то есть ваше предпринимательство, то это уже нелегальная предпринимательская деятельность. Уже нарушаете. Уже налоговая может за это дать серьезный штраф. И живностенский уряд тоже. Тут важно, я так понимаю, за всем просто этим следить. Следить за сроками. То есть не последний день это все, как всегда, любители наши обращаться. Все, вот им надо, последний день горит. А именно за этим все. Просто поставить напоминание. Человек, я, например, когда-то просрочил свои права. Я просто не смотрел, когда они закончатся. И знаешь, когда я об этом узнал, когда в отпуске в Испании брал машину на прокат. И такой, типа, упс. И думаю, хоть бы не заметили. Но они не заметили. Но я-то заметил, что у меня права уже месяц назад просрочились. Ребята, поэтому важно. Это тоже такой пункт. Ставьте себе напоминание. Документы – это ваша жизнь в реальности. Как в Чехии, так и в любых других странах. Поэтому не забывайте об этом. Если уехать по студенческой визе, учиться, продлевая студенческую визу, возможно ли оформить, к примеру, на втором или третьем курсе универа ИП в Чехии? Или надо прожить по рабочей визе в Чехии минимум 5 лет? Ну, вот такое слышал человек. Это все, чтобы каждый год учебы считался не за полгода, а за год. Год за год. Просто планирую мигрировать и хотел поинтересоваться. У вас, может, знаете. Виталий Поспелов. Виталий, спасибо за вопрос. Отлично, я думаю, кому-то пригодится ответ на этот вопрос. Не только вам. Смотрите, получайте студенческую визу. Например, многие едут курсы, потом поступают в универ, либо едут учить язык, потом продолжают учить язык, либо едут на магистратуру, докторантуру. Платную, бесплатную, на английском, на чешском, разные варианты. Цель вашего пребывания в Чехии – это студиум. Либо остатний. Студиум, как я говорил, это 23В, 24В. В означает «Волный приступ на техпрации». То есть этот студент может работать. А 99 – это остатний. Вот я позавчера заходил на сайт консульства Чехии в Киеве, и там действительно написано «Мета перебывания инче». Так вот это остатний, 99. Вы должны наполнять эту цель пребывания. ЧП вы открыть можете сразу, на второй день после приезда. У вас же виза есть, вам сразу откроют ЧП и дадут регистрационный номер. И что? И в свободное от учебы время можете заниматься предпринимательской деятельностью, будете платить социалку. Кстати, есть хорошая новость, что предпринимательская деятельность в данном случае является второстепенной, основной это является учеба, то вы не будете платить налоги и отчисления в социалку, пока не превысите определенную сумму. То есть это для вас будет второстепенная. Вам не придется платить этих 2588. Сумма на этот год составляет 84 тысячи, на следующий год она поднимется. То есть если вы получили прибыль до 84 тысяч, то ваша деятельность является второстепенной. Отчет сдадите, декларацию подадите, социалку не платите. Класс. Страховку покупаете коммерческую, как все студенты. Открыть можете, перейти не можете. Чехия поняла, что народ уходит от налогов таким способом, что становится ЧПшником. Но потому что платить 2500 и покупать коммерческую страховку, которые у нас там были до монополии со скидками, гораздо выгоднее, чем быть трудоустроенным, например, получать 30 тысяч, из которых за тебя на государство идет 15 тысяч налогов. А так всего 2588, понимаешь разницу? И для тебя это выгоднее. Мы говорили в прошлом видео, что работодатель тебе скажет, слушай, я вот тебе плачу 30 тысяч, но за тебя плачу 15 тысяч налогов. Давай сделаем так, я тебе буду платить 40 тысяч, ты сам плати 2500 каждый месяц, но реально я сэкономлю на налогах, и ты получишь больше чистыми. Так вот государство поняло об этом, что все так делают, переходят с рабочих листов. Да-да-да-да. Слушай, я вчера прочитал в новостях, что за последние 2-3 месяца было в Чехии зарегистрировано рекордное количество частных предпринимателей, и эта цифра составила миллион, там, 28 тысяч, что-то такое, да? Это больше 10% населения Чехии, сейчас я тоже как раз хотел об этом, только все резко стали ЧПшниками. Реально, вот вроде дата, как бы такой кризис, там все печально, как бы с этим... В общем, государство сделало так, что тот человек, который находится здесь по любой визе, рабочая карта, студенческая, остатник, воссоединение, он может поменять цель пребывания на предпринимательство аж через 5 лет. Открыть может, перейти не может. И поэтому идея классная, чтобы учеба была год за год. Но, кстати, в цели пребывания 99, остатник, год засчитывается за год. Только в 23 и 24 дневная форма обучения в ВУЗе на Чешском засчитывается год обучения за полгода пребывания в Чехии. То есть, снова, да? Студенту, который прожил здесь 5 лет, засчитал вся срок пребывания 2,5. И на ПМЖ он не подаст после окончания ВУЗа и получения магистрского диплома через 5 лет. Он должен еще дальше либо пойти на работу, либо, не знаю, девушки замуж вышли, парни женились, поменяли воссоединение, муж на жену, же на мужа, и там уже. Короче, везде идет год за год, кроме студенческих виз с кодом 23 или 24. Поэтому идея классная перейти только через 5 лет пребывания в Чехии накопленного. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли квоты на такую предпринимательскую деятельность? Я вижу информацию про квоты в количестве 100 штук из России на бизнес-визу. Это относится только к ООО или к предпринимательской деятельности тоже, Алексей? Алексей, я думаю, что они под это понятие включают подникание, как самостоятельно ЧПшник, так и еднатель фирмы. Это тоже учил подникание. Саш, следующий вопрос. Такой тут серьезный вопрос. Там длинный какой-то был. Добрый день. Очень познавательный ролик, но расстроило то, что как предприниматель очень трудно получить визу. Все же хотелось бы рискнуть. У меня такой план в голове, так как у нас в стране туристическая максимум 3 месяца, то я могу в первый раз приехать подать документы на открытие фирмы, снять помещение. Хочу оформить мини-магазин для продажи мучных изделий, которые буду сама там же готовить. Стоп! Есть вероятность, что к общепиту нужно будет кучу разрешений получать от гигиенической станции и все такое прочее. Так, идем дальше. Потом хочет вернуться на родину и подать на ведение своего бизнеса. То есть, получается, приехать и рассказывать по трехмесячной визе открыть бизнес, потом уехать домой, показать, что бизнес уже создан, что это не все какие-то воздушные планы, на самом деле я еду сюда пить пиво, отдыхать и непонятно, откуда деньги брать. Так, значит, вернуться на родину и подать на ведение своего бизнеса там, но в отличие от тех, для кого это просто повод, я реально хочу этим заниматься. То есть, человек уже готов. Я верю. Надо, чтобы консульта проверять. Как не доказать это посольству? То есть, на родине я занимаюсь этим делом, но на дому и нет доказательств письменных. Может ли помочь мне то, что я устроюсь прямо сейчас на работу в такой цех и в трудовой книжке уже будет запись об этой профессии? Сможет ли это убедить посольство дать мне визу? В случае, если все же не удастся получить визу, то придется еще раз лететь туда, чтобы закрывать фирму. Также, как доказательство, я смогу сделать папку с отзывом моих клиентов из Фейсбука, местных форумов, которые датируются аж в 2014 году. Это хоть как-то может повлиять на решение или как-то по-детски. Animals и Нормин. Но вопрос на самом деле интересный. Вопрос классный. Видно, что человек смотрел наше видео, видно, что вы нас внимательно слушали, за что вам огромное спасибо. И подготовили уже конкретный план. Поделись реального своим мнением. Я понимаю, это не посольство. Ребята, мы тоже. Мы не посольство. Мы только делимся информацией и опять же стараемся дать более развернуто и понятно на доступном языке. Вот реально. И на Фейсбуке. Смотрите, на Фейсбуке в группах русские, в Чехии и так далее задают этот же вопрос. Вот как получить визу? И ребята-юристы, которые уже прожили много, которые занимаются документами, рассказывают то же самое, что и я. Что за последние 5-7 лет мало кому давали эту визу. Я не хочу, чтобы вы думали, что это выглядит так, как будто мы уже здесь и типа вы сюда не едете. Нет, ни в коем случае. Просто хочется, чтобы не было отказа и разочарования. Хочется вас подготовить. Поэтому план хороший. И на мой взгляд, предоставить доказательства это как раз и есть основная задача человека, который подает на визу. Потому что время доказывания лежит на подающем. Консульство не должно доказывать или искать, бегать по всей Чехии, где он открыл магазин, кто в нем заинтересован, и так далее, и так далее. Это должен сделать сам ЧПшник, потому что он реально вкладывает деньги, чтобы получать прибыль. Значит, он просчитывает, принесет ли ему этот бизнес то, что он хочет. Значит, смотрите, мне нравится идея устроиться на работу, либо не обязательно устроиться на работу, а открыть в Украине ЧП. Я так понимаю, вы делаете какие-то, ну, кто-то пельмени дома готовит, кто-то торты печет, вот что-то такое, да? Какая-то выпечка, какая-то еда. Вот идеально показать, что вы в Украине этим занимаетесь. И желательно длительное время, хотя бы там каких-то 2-3 года. Показать сайт, может быть, есть, да? Что у меня вот эти вот все отзывы, какие-то объявления. Но понимаете как? Тут не навредить себе. Если вы показываете объявление, что, ребят, там, вот как я часто вижу, пекут торты на дому. Вот я вижу здесь объявление в Праге. Пекут торты на дому, фотки Наполеона, стоимость Наполеона, там, килограммового 400 крон. Я его там покупал у этой женщины, да? Но тут же приходит понимание, что она продает на Фейсбуке. Деньги она получает наличкой. Налоги она с этого не платит. Я не есть налоговая инспекция. Мне понравился Наполеон, он вкусный. Я буду его не первый раз, как бы, ну, еще не один раз покупать. Но мы сейчас смотрим со стороны консульства. Консульству важно, чтобы они не пустили сюда человека, который будет на дому пить торт Наполеон или там пельмени делать, вареники, да? Но при этом государство с этого ничего не будет получать. Короче, нужно показать, только, я так понимаю, только легальные варианты. То есть, не показывать вот эти отзывы на Фейсбуке и, например, возле этого объявления, что я делаю торт, нет номера регистрационного. Вот знаешь, часто попадается в интернете, что приглашают на какие-то курсы, семинары, там, тренинги. И внизу написано ЕДРПУ, да? То есть, единый номер в едином государственном реестре регистрации предпринимателей и юридических лиц, такой-то, там, частное лицо Иванов Петр Сергеевич организовал этот тренинг. То есть, обязательно указать, что вы ЧПшник. Что еще? Кому их продавать? То есть, неважно, это торты или пельмени или еще что-то. Вот я скажу так, Здесь есть армянский ресторан, который угощает своих посетителей вкусными хинкали. Но эти хинкали, они не делают сами, они их заказывают у кого-то. Соответственно, какой-то ЧПшник или фирма, какой-то цех делает эти хинкали, поставляет им, у них между собой есть договор. То есть, не могут же, так я тебе привез 20 хинкали, каждая по 50 крон, продаж их по 80 крон. 20 на 5, значит, 1000 крон мне до... Нет. У них должен быть договор. Потому что, опять же, если клиент скажет, что я отравился, они скажут, окей, мы покупаем их вот здесь, вот, пожалуйста, туда пошлем санстанции. Поэтому нужно заключить договора с будущими покупателями, кому вы это будете продавать. То есть, какими-то кафешками, ресторанами или магазинами. Если вы печете торт Наполеон, куда вы его будете развозить? Конечно же, по русским магазинам. Значит, обойти русские магазины, обзвонить их. Они есть в интернете, контакты. и договориться о том, что они будут покупать по определенной цене, определенного веса эти торты или пельмени, эти упаковки, я не знаю, вареники и так далее. Зафиксировать это все в договоре. или в будущем договоре. Понятно, что этот договор должен быть подготовлен на чешском. Консульство спросит, кто он его готовил. Нужно сказать, да, я обратился к юристам. Вот они готовят. Еще консульство спросит, кто будет бухгалтером, кто будет вести бухгалтерию, как сдаются отчеты. То есть, скажем так, 70% собеседования мы могли бы подготовить человека и рассказать, да, то, что он может не знает и так далее. Но нужно быть готовым ответить на все эти вопросы. То есть, что у нас получается? Показать, что я в Украине уже этим занимаюсь. Быть готовым ответить на вопрос, почему меня не устраивает то, что я делаю в Украине? Почему Чехия? Отлично. Почему не Польша? Почему не Испания? Быть готовым ответить на вопросы по бухгалтерии, по отчетности, подготовить эти договора и, в принципе, да, открыть здесь, наверное, какой-то цех, но это такой дорогой путь. вы здесь открываете цех. В принципе, идеально сказать, что цех уже работает, то есть, запустить его. Просто я не знаю ваших масштабов и объемов. Если это там два торта в неделю, то какой цех? Если это действительно поток и это серьезное занятие, то, на мой взгляд, нужно снять помещение. Оно должно отвечать там этой гигиене, нормам санстанции и все. Там уже какие-то люди, которые легально здесь находятся, не знаю, там наши или чехи, уже лепят эти пельмени или делают торты. и консульству сказать, что вы знаете, я должен все это контролировать. То есть, мое присутствие сейчас необходимо, потому что один поставщик отказал собрать у меня торты, другой, наоборот, предложил, третий сказал, давай поменяем договор. Не может женщина, стоящая в белом колпаке на кухне, заключать договора с рестораном русским, который дальше своих гостей угощает этими тортами, или там этими хинкали или пельменями. То есть, нужно показать, что ваше присутствие здесь необходимо, что вы должны контролировать персонал, не знаю, что персонал перестал вовремя приходить на работу, там где-то что-то вы видите, клиент пожаловался, мало начинки кладут, ну то есть, что-то такое, ЧПшник, но, ЧПшник это лицо, которое само должно управлять предпринимательской деятельностью в отличии от директора. Директор может всех нанять, директор может нанять бухгалтера, директор фирмы, еднатель фирмы, может нанять юриста, может нанять охранника, может нанять повара, грузчика, водителя, всех может нанять. А ЧПшник это все делает сам. Обязательно нужно. Нужно сказать важность его пребывания здесь именно конкретно там в Чехии. Но, опять же, путь очень дорогой, очень тяжелый, открыть ЧП в Украине, здесь какое-то помещение, нанять людей, реально приехать сейчас, сделать вакцину, без вакцины не пускают, приехать сюда по безвизу, проконтролировать это все, подготовить все эти документы. В общем, очень-очень сложный путь. Мой совет, устроиться на работу в какой-то цех, а такие вакансии есть. У меня знакомые, да, женщины работали на Цукрарне. Цукрарна это кондитерская. Вот делали там эти торты, там эти узоры рисовали, вот и так далее, и так далее, и только после этого там перешли куда-то в другое место. То есть, мне кажется, идеально получить, найти вакансию и получить рабочую визу, трудовую карту. Ну, это проще, конечно. По специальности кондитер, так, или повар. И поваров здесь не хватает. Саш, следующий вопрос. Учредители создают СРОшки и берут на работу по контракту иностранцев, директоров, заместителей, директора. Нужно ли быть учредителем такой фирмы, подавать документы в территориальное отделение, Департамента по трудоустройству Чешской Республики, о наличии вакансий на должности директора и заместителя директора в собственной форме и получателя департамента по трудоустройству ЧЕР соответствующее разрешение. Серж Файтер. Смотрите, на фирме есть еднатель, есть соучредитель. Соучредитель – это тот, кто вносит уставной капитал. Их может быть несколько. Владелец, короче, да? Владелец. Соучредитель – это владелец, то что в итоге, когда фирма зарабатывает, то дивиденды от прибыли идут каждому соучредителю в тех долях, в которых он вошел в эту фирму. Вошел один человек ста процентами, значит, сто процентов прибыли распределяется между ним. Вошли они вдвоем по 50 или 70 на 30. Значит, дальше еднатель. Еднатель – это управляющий менеджер. Он еднает засполечность, наговаривается снять офис, подписать контракты, купить машину на фирму, нанять работников. Это еднатель. Директор – директор – это наемный работник. Поэтому ответом на ваш вопрос является да. Вот вопрос, на самом деле, немножко запутанный. Если мы берем директором на работу самого себя, если я правильно понял, то есть я учредитель в своей фирме, я еднатель в своей фирме, и я же сам себя устраиваю директором на работу. Масло масляное. Но такое возможно, законом такое допускается. Но я имею свободный доступ на рынок труда. Почему? Потому что я либо студент 23-24В, либо я на воссоединении с женой, и у меня руки развязаны, у меня свободный доступ. Я могу работать директором, могу работать продавцом, могу работать водителем. Просто пришел, подписал контракт, и все. Для меня не нужно создавать место и ждать 30 дней, пока оно будет доступно именно для меня, а для всех остальных недоступно. И сообщать об этом в МВД. Потому что у этих категорий людей вольный, или у меня ПМЖ, или я гражданин Евросоюза, у этих всех людей вольный доступ на рынок труда. Что такое вольный доступ на рынок труда, свободный? это категории иностранцев, которые перечислены в параграфе 89 законной куперации, закон о трудоустройстве. Вот там сказано, кому не нужно разрешение на трудоустройство. Так вот, те люди, которые не имеют вольный доступ на рынок труда, а это по сути как ты. Вот у тебя трудовая карта. И сейчас ты хочешь открыть фирму и самого себя там трудоустроить директором. Я так понял, Сергей спрашивает. такой способ. Тебе нужно создавать вакансию. У тебя вольный доступ на рынок труда, он ограниченный необходимостью постоянно запрашивать согласие МВД работать на определенной вакансии. А эта вакансия для тебя должна быть создана, должно пройти 30 дней и должна попасть в вакансию мест для иностранцев с трудовой картой. Получается, сначала должны пройти Чехи 30 дней. Если никто не отвлекнулся, тогда уже только иностранцы. А Чехов центр занятости, то есть уряд працы посылает. Ну, понятно. Потому что им невыгодно, чтобы они дальше оставались у них в базе как соискатели работы. Они пытаются от них избавиться. То есть, если у вас трудовая карта открываете фирму, вам нужно в своей же фирме на уже депракции создать вольное рабочее место для иностранца с трудовой картой и выждать 30 дней и так далее. Но продлиться нельзя, будучи директором в своей фирме. Это, кстати, очень важный момент. Смотри, ситуация. Человек открыл свою фирму. Он сам соучредитель, сам еднатель, или с женой сам еднатель, сам директор. И он несет контракт трудовой между своей фирмой и самим собой, что он выполняет функции директора или еднателя. И думает, зачем мне числиться на каком-то заводе у какого-то дяди, за меня там платятся налоги, я не знаю, он платит, не платит. Я лучше сам это возьму в свои руки и сам буду контролировать. Моя фирма нанимает бухгалтера и платит налоги за меня. И я в принципе дальше продолжаю оставаться по трудовой карте. Не так. Делают по-другому. Если у вас фирма например на двоих с женой, то а вы хотите продлиться по трудовой карте, будучи директором устроенным по вакансии в своей же фирме, то вы выходите из состава соучредителей, остается только жена. Поэтому жена владеет фирмой, нанимает вас на работу. Вдвоем, будучи еднателями этой фирмы, вы не можете быть директором и запрашивать трудовую карту или перейти на свою же фирму. МВД не разрешит. Сказано в законе о пребывании иностранцев. Саш, ты говоришь, что есть виды деятельности, которыми люди занимаются очень часто, но очень много, но не знают всех нюансов и вот ты с этим сталкиваешься. Это не торты. Какие это реально виды? Это не торты. Ребят, смотрите, каждый, наверное, ну скажем, пятый, в Чехии, в том числе иностранцы, работают в такси, то есть это Uber, Bolt, которые приравняли к такси, у нас тут есть еще Lyftago, так вот, это тоже предпринимательская деятельность, а там вам нужно знать нюансы, что делать с автомобилем и со страховкой, если вы хотите работать Uber, Bolt, и нужно знать очень важный нюанс по налогообложению, там нужно платить НДС в Чехии. Многие, кто этого не делал, получили письма счастья от налоговой, потому что Uber, Bolt сообщили в налоговую о всех своих водителях аж с 18-го года, например, а сейчас уже 21-й, и налоговая присылает письма и говорит, покажите нам налоговую декларацию, покажите, что вы были в свое время вовремя зарегистрированы плательщиком НДС, а плательщик НДС может быть в двух вариантах, и что вы платили этот НДС здесь, а многие думали, что его платит сам Uber, штаб-квартира Uber находится там, то ли в Ирландии, то ли не помню где, это первый вид предпринимательства, и второй вид это апартаменты, всеми любимые Airbnb, Booking, кто-то путешествует, а кто-то сдает тем, кто путешествует, так вот, очень много изменилось, то же самое, налоговая сейчас присылает письма, и я лично видел несколько таких писем, люди спрашивали, спрашивали на фейсбуке, спрашивали у меня лично, налоговая их спрашивает, платили ли вы НДС, то есть перед тем, как вы начнете сдавать комнаты или помещения в краткосрочную аренду, неважно, Airbnb, Booking, Островок, вы должны стать плательщиком НДС в двух вариантах, либо полноценным, либо так называемой идентификованной особой, это урезанный плательщик НДС, который не может списывать НДС расходов, если вы этого не сделали, не знали, то придется все это оплатить за все те года, что вы занимались этой деятельностью, плюс будет неплохой штраф и пеня, поэтому прежде чем этим заниматься, узнавайте, что для этого нужно, а самое главное, что сейчас показательно в Праге 1, в районе Прага 1, одному ЧПшнику, или фирме, которая сдавала квартиры в краткосрочную аренду, дали штраф 20 тысяч крон, и сказали, что извините, вы не можете сдавать квартиры посуточно через Airbnb, поэтому узнавайте, что поменялось. Саш, тебе огромное спасибо, реально очень круто, очень развернуто. Простите, что много, но подробно, мы же начинаем детализировать каждый вопрос. Да, реально, вроде бы затолкнулся с одним, вроде все просто, а потом, когда затрагиваешь, начинаешь все больше, больше, больше это все вникать. Ребят, вам огромное спасибо за просмотры, надеюсь, это видео также будет для вас полезным, как и первый наш выпуск, поддерживаем это видео своими лайками, ну и открываем СТО, обращаемся. СТО. Ну и напишите, конечно, мне вот тоже возник вопрос во время нашего общения с Сашей, были ли вообще люди, которые подались по визе, вот и очень интересно, потому что знаем, что это сложный путь, и реально хоть кто-то из наших зрителей, либо подписчиков прошел этот путь, реально, если прошел, получил визу, отказали в визе, если отказали, прислали письменный отказ, и в этом письменном отказе, как раз и должны были вам написать, что их не устроило. Магазина нет, еще чего-то там. Это очень интересно будет и очень важно, чтобы любые, так сказать, другие люди, которые хотят это затронуть и хотят пройти этот путь, понимали, что это непросто. Мы не то, что в этом сейчас сидим здесь, Саша, не таки отговариваем вас. Нет, ни в коем случае. Мы затронули эту тему, мы пообещали вам дать ответы, мы их дали, подготовили. Так это эти вопросы постоянно. Как выбраться? Как сделать так, чтобы выехали родители, и так далее, и так далее. ЧПшник, фирма, студент. И реально нужно искать тот путь, который проще. А проще пойти поработать на дядю. Если вы из Украины, то по режиму квалифицированный работник, потому что Игорь так приехал, все так приехали последние несколько лет. У нас на этом все. Увидимся уже в следующих выпусках. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока. Пока.